Этот бой длился около двух часов. Всего один советский танк Т-34 под командованием лейтенанта Павла Копылова сражался с пятью тиграми, пехотой и артиллерией противника. Удивительно, но из этого неравного боя наши танкисты вышли победителями. Случилось это 17 октября 1944 года возле венгерского городка Дерпицен. Тогда 2-й Украинский фронт 6-го числа, прорвав оборону немецкой группы армии Юг, стремительно стал продвигаться на север, охватывая немецкие дивизии с запада. Командир взвода танков 136-го полка 8-й гвардейской кавалерийской дивизии Копылов Павел Иванович за 11 дней данного наступления участвовал в 10 боях и, пробивая дорогу кавалерии, уничтожил три танка «Тигр», одну «Сау Фердинанд», три противотанковых орудия, минометную батарею, один бронетранспортер, семь автомашин и до 180 солдат и офицеров противника. Когда же советские войска подошли к Дерпицену, то немцы, чтобы остановить наступление Красной армии, нанесли сильный контрудар возле города Корчага. Третья танковая дивизия вермахта, которая в начале войны была самой мощной в нацистской Германии, а теперь после постоянных отступлений не имела уже того лоска, что раньше, но пополненная людскими резервами и, что более важно, новейшими танками, ринулась в бой. В течение восьми дней шли кровопролитные сражения, а 17-го числа танковые удары докатились и до 8-й гвардейской кавалерийской дивизии. В пять часов утра немцы мелкими группами начали разведку боем на позициях 33-го полка, а нащупав слабое место в советской обороне, обрушили на него удар тяжелых минометов из глубины. После пять танков и два батальона пехоты стремительно ударили в стык между советскими ротами и, практически разгромив второй эскадрон, прорвали оборону и вышли в тылы обороняющимся. Чтобы парировать этот прорыв, командование полка бросило в бой последний свой резерв – два танка и два САУ, но три боевых машины застряли в непролазной грязи, и только один танк товарища Копылова и несколько бойцов из второго эскадрона, преодолев природные препятствия, вступили в смертельный бой с врагом. Нельзя в этот раз сказать, что немцы были ошеломлены этой атакой. Скорее всего, они поначалу даже не придали ей никакого значения, но Павел Иванович действовал умело и, постоянно маневрируя, подбил сначала один «Тигр», а потом, увернувшись от прямого столкновения с другими танками противника, снова вынырнул там, где его не ждали. Обстреляв второй «Тигр», который загорелся, Копылов врезался в пехоту противника и стал ее уничтожать гусеницами и из пулемета. Продолжая постоянно маневрировать, Т-34 лейтенанта Копылова бился с врагом около двух часов, и боевой дух врага был в итоге сломлен. Немецкие танки повернули обратно, за ними же засеменила и пехота. Но напоследок, видно, один из «Тигров» выстрелил наугад и точно попал в советский танк. Т-34 заглох, а Павел Иванович был ранен. Обрадованные таким поворотом событий, немцы решили взять советский экипаж живьем в плен. Они взобрались на броню, стали по ней стучать прикладами и кричать «Рус, сдавайся!» Но танкисты, не обращая внимания на то, что творилось наверху, в этот момент устраняли поломку и пытались реанимировать боевую машину. И им это удалось. Танк снова взревел раскатистым рыком, а лейтенант Копылов, разворачивая пушку и стреляя из пулемета, сбил вражеских автоматчиков с брони и снова ринулся на врага. Теперь-то фашистам уже пришлось улепетывать без оглядки. Благодаря действиям Павла Копылова и его экипажа, которые ликвидировали прорвавшуюся группировку противника, 33-й полк смог выполнить поставленную перед ним боевую задачу, а 20 октября советские войска овладели дербеценом. Конечно, в этой победе была и маленькая толика танкистов Копылова. Ну а другой участник этого боя, немецкая 3-я танковая дивизия, понеся большие потери от советских войск продолжила свое отступление и в 45-м году, чтобы не сдаваться в плен русским, ускользнула в Австрию и отдалась в руки американцам. За образцовое выполнение заданий командования, за проявленные мужество и героизм лейтенант Копылов Павел Иванович 24 марта 45-го года был удостоен звания Героя Советского Союза. Павел Иванович был уроженцем села Борисовка Оренбургской губернии. Родился он в семье крестьянина 2 июля 1921 года и до войны работал учителем в школе. В 43-м году он окончил военно-политическое училище, а потом еще и учебный танковый полк офицерского состава. После Великой Отечественной Копылов вернулся на родину и работал в народном хозяйстве, а потом переехал жить в город Уфу. Скончался Герой 11 июня 1999 года.